О событиях сферы образования вновь говорим на Щелковском. Здравствуйте, с вами Анна Балиет и программа «Открытый урок». Первый раз в первый класс в этом учебном году пошли более трех тысяч мальчишек и девчонок. И, конечно, в школах округа состоялись праздничные линейки. На некоторые из них заглянул и открытый урок. Для всех учеников, учителей и родителей настоящим подарком к началу нового учебного года стала торжественная линейка в отремонтированной школе номер 20 в поселке Загорянский. Школа нуждалась в капитальном ремонте. В 2018 учреждение попало в госпрограмму, что стало приятной новостью для педагогов, родителей и учеников. Однако подрядчик оказался недобросовестным. Перед тем, как приступить к ремонту, организация не провела экспертизу. После подрядчик вовсе бросил объект. Сдвинуть с мертвой точки проблемный вопрос удалось лишь в 2020 году. Решать проблему пришлось уже новой команде администрации. Сегодня мы открываем не просто школу, а мы в старой части Загорянки, где это здание давно существовало, мы фактически сделали новую школу. Это очень дорогого стоит. Хотелось бы мне всем пожелать, чтобы это здание новое, внутри, безопасное, современное, приносило всем успех. Ребятам знания, родителям просто удовольствие. Андрей Булгаков лично следил за ходом ремонтных работ в учреждении. И вот 1 сентября он осмотрел уже полностью готовые оборудованные классы, коридоры, пообщался с педагогами и учениками. Также поздравил ребят и представитель молодой гвардии Александр Толмачев. Школа – это не только знания, это еще и воспитание, это и море возможностей. Есть разные общественные организации, и российское движение школьников, и юнармия, и молодая гвардия, где каждый ребенок может также найти себя и раскрыть свои новые таланты. Я желаю, чтобы каждый нашел себя, выбрал свой путь, уверенно шел по нему, чтобы у вас все в жизни получилось и сложилось, чтобы вы получали удовольствие. Удовольствие в этот день для детей и учителей, несомненно, было в том, чтобы прийти в свежеотремонтированные классы. Многие дети обучались в соседнем учреждении два года и очень соскучились по родной школе. Рада ли вернуться сюда? Рада, да. Соскучилась по школе. Это именно. Это именно? А почему? Ну, потому что здесь впервые в первый класс пошли, и было радостно, и хочется опять сюда вернуться. Я очень рада, что школу отремонтировали, и я снова буду здесь учиться. В пятидесятый раз Щелковская школа номер три открывает двери в мир знаний. И запомнится этот день необыкновенно яркой праздничной линейкой. В центре внимания первоклассники. 102 малыша, три первых класса, отправляется в этот юбилейный год в поход за знаниями. Я иду первый день в школу. Хочу научиться тянуть математике. Хочу научиться писать, читать и умножать. С двойным праздником, юбилеем школы, днем знаний, педагогов и учащихся поздравили представители муниципальных властей. От всей души поздравляю вас с первым сентября, с днем знаний. Пусть этот учебный год станет для вас легким, интересным, полным ярких открытий и впечатлений. Это не простой год, это юбилейный год. И педагогический коллектив школы сделал в этом году себе подарок. Мы по результатам прошлого учебного года вошли в топ-100 лучших школ в Московской области. Конечно, это огромнейший труд наших педагогов, это труд наших детей и наших родителей. А значит, мы дружный, сильный коллектив. В третьей школе в этом году по решению школьного совета отказались от пышных букетов педагогам. Причина уважительная. Сэкономленные средства передали в благотворительный фонд «Движение – это жизнь» на реабилитацию шестилетнего щелковца Мирона Толочко. Школа опекает малыша уже не первый год. Мирон еще на прошлой линейке сидел на коляске и не мог встать даже на ножке. Но после проведенной реабилитации, операции, мы сейчас сходим с помощью ходунков. Это все благодаря вашему вниманию, вашей поддержке. Спасибо вам огромное. С днем рождения, школа! Празднично отметили День знаний в Водинской школе номер 22 имени Пололеева. Главных участников торжества семилетних девочек и бальчиков поздравляли их учителя, мамы и папы, их бабушки и дедушки. У депутата Московской областной думы Владимира Шапкина в этой школе в первый класс пошла внучка. Я не мог сегодня не побывать здесь, на этом празднике, не поздравить ребят, наших педагогов любимых, потому что кругом знакомые лица, поздравить наших родителей с этим волнительным и очень хлопотным днем. Ну и, конечно, пожелать всем здоровья в сегодняшнее непростое время. Этот учебный год школы округа вновь начинают с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических ограничений. Сохраняется термометрия, школьники учатся в строго закрепленных за ними кабинетах. Дети проходят в школу и выходят из нее в разное время и через разные двери. Школа наша оснащена современным оборудованием для обеззараживания воздуха, то есть закуплены рециркуляторы. Естественно, во всех санитарных комнатах мы обеспечены полностью всем необходимым. Проходит ежедневная многократная дезинфекция помещений с использованием специальных средств. Вопросы безопасности также на особым счету. В этом году в учебном заведении появились системы контроля доступа на входе в здание, установлены камеры наблюдения за территорией вокруг школы и внутри помещений. Все кабинеты оснащены сигнализацией, ведется установка металлодетекторов. В целом в школе имени Фололеева, как и в других учебных заведениях округа, сделано все для того, чтобы начавшийся учебный год прошел спокойно и плодотворно. Не только школьники, но и студенты отметили День знаний. А в Щелковском колледже в этом году представлено два новых направления. Каких именно, узнаем далее. Алина с юных лет мечтала стоять на страже правопорядка, а потому выбор будущей профессии не заставил себя долго ждать. После девятого класса девушка решила поступить в Щелковский колледж, в котором в этом году состоялся набор на новую специальность – правоохранительная деятельность. Я с самого детства мечтала об этой профессии, потому что у меня крестный тоже работает полицейским. И я все время смотрела с гордостью на него и решилась пойти все-таки. Ради новых знаний и своей мечты Алина готова ездить на учебу из Домодедова, тратить на дорогу более двух часов. Щелковский колледж входит в топ лучших среднеспециальных учреждений образования страны, занимает лидирующие позиции в Московской области. В этом году помимо правоохранительной деятельности здесь появилось еще одно новое направление – пожарная безопасность. Мы всегда отвечаем на запросы работодателей. К нам обратились соответствующие организации – пожарные, полиции, правоохранительные органы. Сегодня у нас первый набор по специальностям – правоохранительная деятельность, пожарная безопасность. И мы сегодня сделали для них особую линейку, пригласили всех во Фрязино, на наше структурное подразделение номер два, где сегодня наши кинологи, которые четыре года назад также впервые по запросу работодателя набирались, покажут то, чему они научились. За летние каникулы студенты-кинологи не только не растеряли наработанных навыков, но и постарались усовершенствовать их на практике. Показательные выступления тому подтверждение. Настоящее мастерство своего дела продемонстрировали преподаватели этого профиля. В День знаний студенты смогли увидеть, как действуют пожарные в случае возгорания автомобиля, а также как спасатели оказывают помощь человеку, попавшему в аварию. Конечно, это всего лишь показательные выступления, и переживать не стоит. Но подобные тренировки наглядно показывают, с какими чрезвычайными ситуациями ежедневно в своей работе встречаются пожарные и сотрудники МЧС. Всем этим навыкам предстоит обучиться и студентам. К изучению специальных дисциплин они перейдут со второго курса после прохождения общеобразовательной программы 10-го и 11-го классов. Лекции будут читать сотрудники действующие по согласованию с Лорой Владимировной. Это все будет проходить практику, они будут в боевых подразделениях, на базе 300-й пожарной части. Также представители Россоиспаса, которые тоже очень позитивно к этому относятся, оказывают помощь. И совместными силами, я думаю, мы выпустим через три года нормальных, подготовленных, качественных специалистов. Сегодня в Щелковском колледже восемь структурных подразделений. Обучается порядка четырех тысяч студентов по десяткам направлений. Не только передать знания, но и помочь вытащить счастливый билет в жизнь студенту. Вот задачи образовательного учреждения, которые сегодня выбирают абитуриенты не только Подмосковья и столицы, но и других регионов страны. С 1 сентября все школы округа перешли на модульную систему обучения. А это значит, что привычный график четвертей заменит новый. Какой именно, расскажем далее. Когда учишься, беспрерывно, это очень тяжело и дополнительные занятия постоянно. Поэтому я очень рада, что мы переходим на это обучение. Я могу больше времени поговорить с сестренкой. Пять недель учимся и неделю отдыхаем. Эта новость обрадовала многих школьников. С нового учебного года общеобразовательные учреждения округа перешли на модульную систему обучения. Четверти заменили триместры. Ряд преимуществ в этом видят и родители учеников. По словам председателя управляющего совета школы номер 19 Юлии Фильченковой, нововведения могут положительно повлиять на успеваемость школьников. Я думаю, это будет иметь положительный эффект. Потому что пять недель мы учимся, неделю отдыхаем. Дети не успевают перегореть, не успевают устать. Также большой, я думаю, плюс будет и для родителей. В любом случае это будет лучше, чем дистанционная система обучения. Модульное обучение распространяется на все классы. Посещать занятия и уходить на каникулы начальная школа и старшеклассники будут в одно время. Три триместра. Первый триместр, который будет разделен каникулами и составлять будет 11 недель. Второй триместр и третий. Аттестация промежуточная будет проводиться в конце ноября, в конце февраля и в конце мая. С первого сентября начинается учебный год. Неделя первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Завершается третьим числом. Следующий получается с четвертого по десятого неделя каникул. Неделю отдохнули, выходит следующая, с одиннадцатого. Триместровая система в Москве и большинстве городов Подмосковья практикуется уже давно. Важно то, что она дает возможность учителям равномерно распределить учебную нагрузку, которую особенно ощущает начальная школа. Начинают учебный год тяжело, привыкают тяжело, а тут они проучились пять недель и выходят на недельные каникулы. Самая тяжелая при четвертной системе – это третья четверть. Она самая длительная и выпадает на весенний период времени, когда обостряются вирусные заболевания. Те каникулы, которые выпадают в феврале месяце, в апреле месяце, они позволяют меньше детям болеть. По триместровой системе в городском округе Щелково уже работали некоторые учреждения образования, например, школа номер восемь. И отзывы родительской общественности в большинстве своем положительные по ряду причин. При триместровой системе тут уже не возникает вопроса спорная оценка, неспорная оценка. За первый триместр, второй и третий высчитывается средний балл, и уже проще выставить оценку за год. Вот такие преимущества модульной системы обучения. Это и другие события обсуждались на ежегодной педагогической конференции. Перед началом нового учебного года подвели итоги прошедшего и, конечно, обсудили планы на будущее. Военный оркестр десантников встречает делегатов ежегодной августовской конференции педагогической общественности округа. В этом году директоров, заводчий школ, руководителей детских садов, учреждений дополнительного образования принимала Медвежье-Озерская общеобразовательная школа. Мы открыли две школы, мы начали строить еще две школы. На прошлой неделе начали строить еще одну большую школу, которую очень много лет жители микрорайонов Финский и Богородский ждали. И в планах начать еще одну школу строить в новом городке, недалеко от той школы, которая нас сегодня любезно принимает. И вы лучшие на самом деле. Для меня в Подмосковье вы самые лучшие. Благодарю вас за это. Муниципальные сферы образования округа – сложный и хорошо отлаженный механизм, в котором задействовано 63 образовательных учреждения. Весь учебный год их посещает 50 тысяч воспитанников. Задача педагогов, а их в отрасли более 4 тысяч человек – сделать учебно-воспитательный процесс увлекательным и интересным. Для этого и верстаются учебные планы. Я желаю, чтобы ваши планы, которые подготовили к новому учебному году, были реализованы в полном объеме. Чтобы вы гордились своими детьми. Образование – это та сфера, куда нужно вкладывать денежные средства. Да, это долгосрочные вложения, но это самые высокие дивиденды. Я вижу результат вашей работы, взаимодействуя с вашими выпускниками, ваших школ, вашими детьми в рамках своей организации, в рамках российского движения «Школьников», в рамках юнармии. И мы встречаемся с ними на других проектах. И когда ребята говорят, что мы из Щелково, действительно это очень здорово, потому что видно их уровень воспитания, образования – это большая ваша заслуга. 47 молодых специалистов, вдвое больше, чем в прошлом году, пришли в отрасль, чтобы учить наших детей разумному, доброму, вечному. В округе реализуются все региональные меры поддержки молодых специалистов. Им ежемесячно выплачиваются доплаты и предоставляются разовые выплаты в 50 и 100 тысяч рублей. Щелковские работники образования – высокопрофессиональные специалисты. 86% наших педагогов и 100% руководителей имеют первую и высшую квалификационную категорию. Несмотря на пандемию, нам удалось повысить квалификацию 3 079 человекам. Это 74% от всех работников системы образования. Традиционно на конференции отметили почетными наградами Министерство образования, МОС Уболдумы, Администрация округа, педагогов со стажем, учителей-воспитателей и педагогов дополнительного образования. Яркие художественные номера учителям показали детские творческие коллективы. В новый учебный год щелковские педагоги вступают с приподнятым настроением. Мы рады будем встречать 1 сентября наших обучающихся в хорошем настроении, с новыми силами, к новым достижениям, успехам. Всем хочется пожелать здоровья в первую очередь. Наш детский сад в этом году является победителем всероссийского конкурса «Образцовый детский сад». С нетерпением ждем детей. Я думаю, год будет интересным, насыщенным. У педагогов и воспитанников большие планы. И судя по бодрому настрою, реализовать задуманное у них получится. А сейчас настало время для косплея. Так что же хотел сказать Рене Магрит в своем произведении, которое по праву можно назвать одной из самых популярных, известных картин? Разобраться в этом решили воспитанники Медвежьей Озерской школы искусств. Ребята изучали критику, проводили самостоятельный анализ, общались с преподавателями по изобразительному искусству. В общем, подготовка к косплею на картину «Сын человеческий» была проведена большая. Кроме того, ученики художественного отделения решили не просто повторить сюжет произведения, а осовременить его. Воплотить задумку в реальность ребятам помогали и педагоги школы искусств. Я хочу сказать, что это у нас не первый эксперимент именно в школе искусств, потому что когда мы оказались в пандемической ситуации, ноги захандрили. И как раз одной из моих идей и проектов тоже было покосплеить дома, в домашних условиях, потому что мы даже не имели возможности общаться. И вот такой маленький уже шаг как раз к знакомству с этим видом творчества, я считаю, уже очень актуальным, уже был сделан. Это тренировка. Например, если это исторический костюм, картина именно историческая, она ценна тем, что воспроизвести буквально и точно, потому что щепетильно относятся историки к этим деталям, костюм. Второй момент – это воображение. Интересно его создать именно из… не просто брать костюм на прокат, а из подручных, как мы видели «Царин Глебедь» прекрасно сделали, из материалов замечательную версию. Вот эти проекты, они нашим детям дают более широкое восприятие искусства. То есть через эти проекты наши ребята могут понять более глубоко и проблематику работы, да, и познакомиться с творчеством художника, и попробовать сами быть в роли художника. Они ищут вот эти вот синонимы, отголоски того, что было раньше, и как оно сейчас, вот присутствует ли оно сейчас, и в каком ракурсе. Посмотрели предположение искусствоведов, о чём, точнее, в чём смысл этой картины. Нам, мы выбрали самую подходящую, интересную линию, то, что «Яблоко» — это искушение. Мы делаем картину более современной, и мы придумываем образы, чтобы это было современно. Не 60-е годы, когда нарисовали картину, а вот именно сейчас. Все зависимы от гаджетов, и никто не может прожить без гаджетов. То есть мы всё время созваниваемся, с кем-то пишем письма. На оригинальной картине изображена стена, которая показывает ограниченные возможности человека, это зависимо, тем более, от чего-то. И мы изображаем стену, ещё раз пару ребят. Это стена из живых людей. И они будут изображать как бы забор вот этого безразличия к человеку. Эти люди, они не слышат нашего главного героя. Они все погружены в гаджеты, то есть в свои миры. И они не могут услышать того же ребёнка, который у нас будет представлен на композиции. Я сегодня буду главным героем. Я буду современной девочкой, которую не совсем понимают взрослые. Мне очень интересно, мне нравится в этом участвовать. Ещё первый раз принимаешь участие в косплее? Первый раз. Вместо галстука можно ещё сделать наушники. То есть человек тоже, когда слушает музыку в таких наушниках, он тоже попадает в свой мир. Через картину мы поняли то, что мы больше общаемся в телефоне, чем на живую. Не хватает живого общения. Иногда или на момент это, ну, прям проблема. Субтитры создавал DimaTorzok И на этом наш выпуск подходит к концу. С вами была Анна Балиет и программа «Открытый урок». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова